Приветствую вас. Ну, вы знаете, как диагностировать вас никто по интернету не будет, это, мне кажется, неэтично даже, вот, и неуважительно по отношению к вам, поэтому на диагноз, пожалуйста, не рассчитывайте. Если вы хотите именно диагноз, то вы, наверное, имеете смысл обратиться все-таки очень к врачу, чтобы он вас очень осмотрел и очень поставил диагноз, и то в этом случае диагноз, в принципе, может быть ошибочен, может быть неверно. По вашему, по вашей истории, я могу сказать следующее. Есть несколько моментов. Первое. Давайте разберемся, значит. Вы пишете, мне 32 года. Какое значение для вас имеет возраст? Замужем? Как у вас отношения с мужем? Детей нет. Какое значение для вас имеют дети? Вот. Дальше. Работу нашла 8 лет назад не по специальности. Ушла с продажи, так на ней и осталась. Возникает конфликт. Да. Вы получаете специальность, вы тратите на нее свои силы и время. Некоторые тратят деньги, если учатся на бюджете. А в итоге работаете по другой, вообще по другому направлению. Благодаря чему это стало возможно? Благодаря тому, что вы, скорее всего, выбрали не ту специальность по обучению, которую хотели. Или там что-то еще произошло. В любом случае здесь, когда вы говорите, что я работаю не по специальности, речь о том, что вы в себе чего-то не заметили, вы в себе что-то пропустили. Дальше. Так на ней и осталось. Почему? Почему? Мне повезло с коллективом. Удавалось продавать и зарабатывать. Вот. Удавалось продавать и зарабатывать. Вот это то, о чем я мечтала. А о чем я мечтала? Но держала коллектив. Кому-то показывают глупости, но коллектив и коллектив. Но это реально была одна из причин. А что такого в коллективе вас держит или держало? Я не считаю это глупостью, но очень важно понять, что там. Потому что, чем лучше вы будете себя понимать и знать, тем легче вам будет ориентироваться в своей жизни. Дальше. В этом году глянула пандемия, перевели всех на далекую, в общем, науку наваливу, скромно финансовых проблем не случилось, даже на беременность. Ага. Я думаю, вам очень больно было. Может быть, до сих пор больно, но вы больно не поразили. И остались с ней. Она вас внутри разрушает. Переживалась сильно. Поделились ли кому-нибудь переживаниями своими? Поплакали с кем-нибудь? Через неделю, собрала себя в кучу, заставила заниматься делами. Это полгода назад был. Ну, вы не проплакали, не отболели. Не отболели. Это же драма. Драма. Недачное беременность. Вы здесь к себе очень, очень не внимательны, на мой взгляд. Вот. И мне кажется, что это, это же может проявляться и в других аспектах. Вот. В последнее время начало замечательное состояние. Аббати, мне не хочется абсолютно ничего. Я полагаю, это подавленные эмоции. Вот. Сильные эмоции, например, вот. Ну, вы даже не беременность подавили, и... Вот. Аббати разрешает от них. Вы же запрещаете себе переживать. Вернее, чего-то хочется. Переменно сил никаких на них нет. Ну, здесь нужно смотреть, что перемены, это бегство, в данном случае. Бегство вот реальности, потому что, мне кажется, вы, опять же, запрещаете себе чувствовать, вы запрещаете себе переживать. Состояние для меня какое-то мучительное. Мне трудно вставаться. Состояние для кровати, хочется браться лежать. Могу заставить себе работать, а только уже просто тошнит. А вам не нравится работать. Скорее всего, никогда не нравилось. Вы были ради коллектива. Вот. И вот удивительное дело, что вы боретесь с тем, что вас тошнит. То есть боретесь с тем, что пытается отторгнуть ваше организм. Что это? Как не за бред на переживание, а за бред на отражение своих чувств? Я не знаю. Не могу заставить себя нормально питаться и следить за собой. Стало не ухоженной. Ну, то есть мало того, что вы себя перетягиваете ремнями, так еще и компенсацию у себя хотите отобрать. Неудивительно, что не получается заставить себя нормально питаться. Если бы еще и питались нормально, то точно бы заболели. Состояние хочется постоянно отвлекаться на ерунду типа Ютуба и игры фильмов. Смотрите, здесь, с одной стороны, у вас идет обеспечивание отдыха, вероятно, вы не умеете отдыхать. Но вот, с другой стороны, идет такая позиция, что я должна все время работать. И третье, это, это третье и самое главное. Это то, что если за знанием хочется отвлекаться, значит, есть что-то более важное, на что вы не обращаете внимания. Со мной такого никогда не было, всегда была достаточно активной. Полагаю, у вас, как бы, ну, достаточно сильная воля, но то, что вы в себе не замечаете, накапливается, накапливается и воле уже становится невозможно подавлять это, пересиливать. Сейчас вижу, что надо меня заработать, так как хочу начать зарабатывать больше. А зачем? Для чего? Вот, вы говорите, хочу зарабатывать больше. Чтобы что? Какая цель? Цель какая? Дальше, не могу даже пальцем пошевелить. Ну вот, тут надо смотреть. Смотреть. Мои родные семьи поделились, сказали, что это просто лень и коров не надо учить вену, это совсем другое. Да, я согласен, это совсем другое. Лень вообще очень полезная штука, она позволяет помочь понять, что вообще нам надо, а что нам не надо. Вот, и это такая вот, ну, как бы, такая позиция, знаете, чисто, наверное, советская даже позиция. Вот, такая советская позиция достаточная, что, типа, лень, там, не нужна и так далее. То есть, ну, нельзя лениться, да, и вот всякая такая позиция, она советская. Ну, направлена она, как мне кажется, исключительно на, собственно, ну, на игнорирование себя. Вот так я бы сказал. Ну, игнорирование, на, о, 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 отторжение, отдаление от себя, от себя. Вот, как-то так отработает. Поэтому, поэтому, я бы не, я бы не, не двигался бы в эту сторону, да, в сторону, вот, отношения негативного к лене. А больше бы двигался в сторону, наоборот, раскрытия ее, этой самой лени. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Что-то может послужить началом вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. 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 Продолжение следует...